Неприятный запах. Горожане жалуются на неудовлетворительное качество питьевой воды из кранов. Общими усилиями Свято-Троицкий собор будут реконструировать при поддержке светской власти. Солдатами не рождаются. В Армавире прошел зональный этап традиционного краевого конкурса. Здравствуйте в студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города, минувших выходных и начала новой недели. 12 апреля православные верующие отметили главный христианский праздник – Пасху или Воскресение Христова. Встретить благую весть под сводами Свято-Никольского кафедрального собора в Армавире собралось множество прихожан. Празднование по традиции началось ровно в полночь с участия в пасхальном богослужении. Оно отличается от обычных церковных служб тем, что является очень легким и радостным. Богослужение возглавил епископ армавирский Лобинский Игнатий. Владыка упомянула и предстоящий юбилей Великой Победы. Благодатной силой любви и милосердия пронизана история Святой Руси, звучащая переливами пасхального трезвона. Все испытания и горести исторического пути прерывались торжеством веры и надежды. В эти пасхальные дни, приветствуя друг друга словами пасхального приветствия, мы будем отмечать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, говорится в частности в послании. В службе в Свято-Никольском кафедральном соборе принял участие и глава Армавира Андрей Харченко. По окончании богослужения верующие прошли крестным ходом. Продолжаем выпуск. Архитекторы, проектировщики и священнослужители вместе с главой Армавира обсудили вопрос дальнейшей реконструкции Свято-Труицкого собора. Придать ему новый облик решили еще 8 лет назад. Но в силу разных причин строительство затянулось. Чтобы ускорить работы, светская и духовная власть решили объединить свои усилия. Подробности в следующем сюжете выпуска. Свято-Труицкая церковь со временем перестала вмещать всех желающих во время больших православных праздников. И в 2007 году вокруг существующего собора начали возводить новый храм. В результате его старая часть оказалась внутри новостроя. По словам проектировщиков, чтобы завершить строительство, необходимо провести техническую экспертизу некоторых конструкций. От их состояния и будет зависеть, в каком направлении продолжать работы дальше. Насколько целесообразно в том виде, как есть, его достраивать. Технически он конструктивно, фундаменты, несущие конструкции, выдержат или не выдержат. Комиссия, если начнет работать, они сейчас могут сделать какое-то заключение? Или все-таки нам нужно старое разобрать? Нет, конечно, мы не надо. Это никак не надо. Ничего разбирать не будут. Лаборатория просветит, проскучит. Владыка Игнатий напомнил, что издревле на Руси храмы строили всем миром, а искренние молитвы непременно помогают тем, кто протягивает руку помощи. Добро всегда возвращается старицей, уверен епископ Ромавирский Лобинский Игнатий. Вот видите, вот колокольня, у нее просится еще один ярус. То есть вот этот вот маленький такой метровый, его поднять еще метра на два с половиной, а этот выше. И тогда колокольня как раз она будет совпадать с тем собором, с проектом, который есть. Свято-Троицкий собор – старейший православный храм Армавира. Его история начинается с 1904 года. В 30-е годы прошлого века из пяти церквей, действовавших в Армавире, осталась одна Свято-Троицкая. Остальные были разрушены, но и в ней власти организовали склад. Храм вновь заработал после длительного перерыва в период немецкой оккупации города во время Великой Отечественной войны. В 2016 году Свято-Троицкий собор отметит столетие со дня первой службы, которая здесь прошла. Александр Ифанов, Евгений Халманских. Специально для телеканала РЕН-ТВ Армавир. К другим темам. 13 апреля на горячую линию канала РЕН-ТВ Армавир обратились встревоженные горожане. Они жаловались на едкий запах и неприятный вкус питьевой воды. За разъяснениями наша съемочная группа обратилась к руководству Курганинского группового водопровода. В социальных сетях появилась информация о том, что вода из крана имеет специфический вкус и неприятный запах. Большинство горожан отметили, что пахнет йодом и канализацией. Домыслы росли. Была даже выдвинута версия, что возможно это выброс в реку Кубань отходов химзавода. Горячую линию РЕН-ТВ Армавир буквально засыпали вопросами. Я в водоканал не могу дозвониться, вода старая с запахом была в кране. По всему району местами. Вода из крана поменяла свой запах, а для кого-то даже вкус. Подобная ситуация сложилась в центре Армавира у жителей улиц Тургенева и Луначарского, микрорайонов Северный и Кирпичный, а также в районе линий. За ответом на все вопросы гаража наша съемочная группа отправилась к генеральному директору Курганинского группового водопровода. Причиной происшедшего явилось повышенное загрязнение исходной воды в реке Кубань. Река Кубань поднялся уровень более чем на 1 метр 10 сантиметров и соответственно нанесет определенное загрязнение по реке Кубань. Мы думаем, что приносим извинения жителям за это неудобство, но вреда для здоровья и для потребления в этом естественно никакого нет, иначе бы мы просто прекратили бы подачу воды в город. Официальная версия загрязнения – поводковые воды. В настоящее время ситуация держится под контролем специалистов Роспотребнадзора. Роспотребнадзор на сегодняшний, ну вот прям в данный момент находится на очистных сооружениях водопровода, проводят совместно с нами все анализы и как бы после этого мы примем решение, какое хлорирование продолжать – гиперхлорирование или просто хлорирование. Для здоровья горожан угрозы нет, заметил Сергей Аветисович. Но для того, чтобы неприятный запах улеточился, необходимо перед употреблением дать воде отстояться минут 30. В настоящее время на реке Кубань идет процесс самоочищения, и неприятный запах больше не будет досаждать армавирцам. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Армавирцы не могут дозвониться до ресурсоснабжающих организаций, чтобы оставить показания счетчиков. Жители жалуются на несколько служб Армавир Теплоэнерго, водоканал и электросети. И дни каждого месяца с 20 по 25 называют катастрофой. Этой проблемой горожане делятся и по телефону горячей линии канала РЕН-ТВ, и на сходах граждан. Система, когда жители должны сдавать показания ресурсоснабжающим организациям лично, активно начала работать с момента установки в многоквартирных домах общих счетчиков. Есть несколько способов передать данные. Это можно сделать через интернет старших по дому или позвонив непосредственно в компанию. Последний вариант самый простой и доступный, особенно для людей старшего поколения. Но вот дозвониться бывает непросто. С 20 по 25 число каждого месяца одновременно набирают один и тот же номер тысячи человек. На телефон горячей линии РЕН-ТВ поступают десятки жалоб. Звоню в НЭСК, я не могу передать показания. Целый день у меня под носом лежат эти показания, и я чуть сделаю свои работы, я опять отвлекаюсь на эти звонки, там без конца занято. Я не могу, допустим, бросить работу, побежать там, выстоять очередь, чтобы показать, вернее, передать показания. Но ведь это же беспредел и издевательство. Так нельзя жить, вымотали же людей. Мало того, что цены такие дорогие, так еще и недоступно с этим телефоном, допустим. Я не думаю, что я одна такая. Вот я вчера в водоканал дозвонилась, я говорю, вы не поверите. Это у меня 260-я попытка. Ну так нельзя над людьми-то измываться. Вот с утра, с 8 часов, начала звонить на показания счетчика по шлету в даче. Вот выключили телефон, где-то пол первого, без 20, был включенный. Сейчас опять выключили. Ну а больше куда звонить? Ну что это за издевательство, а? О проблеме в ресурсоснабжающих организацию знают и предлагают жителям осваивать передачу данных через официальные сайты компаний или старших по домам. Чаще всего они составляют списки, правда, такая инициатива должна исходить от самих жильцов. Что касается телефонной связи, то, например, в Армавирском филиале НЭСК уже озадачились вопросом расширения телефонной линии. На сегодняшний день мы подготовили заявку по реконструкции телефонной сети нашего филиала на предмет увеличения количества прямых городских телефонных номеров. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Будет самое лучшее, когда кто-то из жильцов проходит по всему дому, снимает показания, то есть и сами жильцы видят, как их соседи потребляют электроэнергию и своевременно эти ведомости нам представляют. Никто эту форму не отменял. Если в домах есть старшие по дому, которые занимаются этой работой, мы только приветствуем. Такая же проблема стоит перед компанией Армавир Теплоэнерго. О том, что им дозвониться невозможно, жители пожаловались на одном из ходов граждан с участием главы города. После чего на предприятии приняли решение модернизировать телефонную линию и дополнительно ввести два мобильных номера. У Армавир Теплоэнерго 160 домов передают показания. Это порядка 17 тысяч абонентов. И только 40 многоэтажек индивидуальные показания сообщают списком, что облегчает работу компании и снимает загруженность телефонных линий. Естественно, тот поток информации, который мы пытаемся принимать по трем телефонам, его недостаточно. Мы добавили два телефона мобильных на данный момент. Была у нас электронная почта, она остается. И ведется техническая разработка и дальнейшая реализация многоканального телефона на четыре оператора. Мы считаем, что этого недостаточно. Должна быть другая схема получения информации. Она предусмотрена законодательным. Когда исполнитель собирает эту информацию и передает ее в ресурсно-снабжающую организацию, либо рассчитывает сам. Поскольку всем исполнителям, которые у нас есть, за редким исключением ЖСК, я имею в виду только население, рассчитываем мы, мы их абонируем, вот, то, естественно, хотелось бы, чтобы эти органы, которые еще не дают нам списки, будем говорить, начали решать эту проблему, и не так ложилась нагружка на наших граждан. Номера сотовых телефонов вы видите на экране. Работать они будут исключительно на прием информации только с 20 по 25 число каждого месяца. При этом в компании «Армавир Теплоэнерго» акцентируют внимание жителей на то, что передать информацию можно по электронной почте. Ее адрес напечатан в квитанциях. Управляющим компаниям и старшим по домам. Ресурсоснабжающие организации готовы предоставить шаблоны для заполнения, которые можно отправлять по электронной почте. Ирина Рухлядко, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. Департамент молодежной политики Краснодарского края 12-й год подряд проводит конкурс среди военно-патриотических клубов и объединений «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 11 апреля в «Армавире» прошел зональный этап. Будущие защитники Отечества сдали нормы ГТО и показали огневую и медицинскую подготовку. «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». 11 апреля в «Армавире» прошел зональный этап одного из самых крупных краевых военно-патриотических смотров. В год 70-летия победы соревнования объединили тысячи молодых кубанцев. Мы проводим зональные соревнования кривого военно-спортивного конкурса «Солдатами не рождается, солдатами становятся». Конкурс это у нас традиционный, он проводится с 2003 года. В этом году мы проводим его в 12-й раз. На этом конкурсе ребята показывают свое мастерство по различным видам, как военно-прикладным, так и строевой подготовки. Соревнования прошли в несколько этапов. Участники сдавали нормы ГТО. Результаты говорят сами за себя. Все мальчишки и девчонки готовы к труду и обороне. Самые сильные смогли подтянуться на перекладине 24 раза, прыгнуть дальше двух метров и разобрать и собрать автомат быстрее 20 секунд. Смотрите, пошел. Дайте-ка его. Самым зрелищным этапом стал смотр строя и песни. Судьи оценивали по пятибальной шкале синхронность маршей голосов, поющих знаменитые «Катюшу» и «Солдата выходной». Трошевцы из Кавказского района заняли в этом конкурсе первое место. Мы приехали из Кавказского района, из города Крепоткино, и мы представляем казачий кадетский корпус имени Геннадия Николаевича Трошева. Мы стали победителями нашего Кавказского района, заняли первое место, прошли как бы все испытания, все эстафеты без труда. Мы видим то, что есть команды сильные, есть команды слабые. В этом спору нету, но пусть победит сильнейший. Центральное место заняла огневая подготовка. По два человека от каждой команды стреляли из трех положений по пять раз. Отдельное внимание средством противодействия разведке. Под пеленой дыма будущие бойцы ползли с автоматами к заданной цели. Девушки показали хорошие навыки оказания первой помощи. 12 команд, и в каждой из них по 10 ребят, лучше в своем деле. На краевом уровне нашу зону будут представлять Армавирцы, Кавказские и Белореченские районы. Финал пройдет 25 апреля в Крымске. Канал РЕН-ТВ Армавир продолжает цикл очерков, посвященных героям Великой Отечественной войны. Живые свидетели страшных битв вспоминают о том, как это было. Наш корреспондент Лариса Юровская побывала у последнего комбата артиллериста Николая Булекова. Это ему довелось увидеть черное солнце во время боев на Курской дуге. Мама, не плачь, что будет, то будет. Будешь плакать, мне хуже будет, а не будешь плакать, я вернусь живым. Она перестала, он вернулся. Пройдя тяжелый героический путь от Орловщины через Курскую дугу и Днепровскую битву, освобождая Белоруссию и Чехословакию, где и встретил победу. Николай Павлович Булеков, последний комбат. Человек, который выстоял на передовой. Вы не верьте никому, что я на фронте не страшно. Всем страшно. И маршалам страшно. Буквально всем страшно. Лошадям страшно было. Плакали лошади. Его боевой путь начался в Курской области, в районе Монтурово-Мармыжи. Тогда необстрелянного 19-летнего паренька направили на передовую. Боев было много, но тот самый первый, самый страшный. Он помнит всю жизнь. И вдруг нам говорят, что наши танки сейчас должны подкрепление прийти. Идут с тыла. Шесть танков идут с тыла кричать. Наши, наши. А эти наши подошли. Пехота кричит. На танках кресты. Фашисты, фашисты. Ну, мы там попадали. Они проскочили мимо нас. Окружили эту пехоту. И начали давить. В Курской области, в селе Андреевка, в конце 1941 года, надев маскировочные халаты, он с бойцами устроил снайперскую охоту на вражеский танк, который повадился из укрытия обстреливать пехоту. Прицелился в этот танк. И знаете, вот первый раз стрелял в этот танк. Боялся стрелять, потому что вдруг промахнусь, тогда меня этот танк накроет. Нет. Я как первым снарядом ударил, Федя Крамаренко кричит. Попал, попал. Да я сам чувствовал, что попал. Второй снаряд раз и загорелся танк. Конечно, меня на медаль за отвагу дали. В апреле 1942 года Николай Павлович был отправлен на курсы младших лейтенантов. После учебы 19 выпускников попали в распоряжение 81-й стрелковой каленковической краснознаменной ордена Суворова дивизии. В составе 81-й непобедимой Николай Павлович прошагает всю войну. Вперед, только вперед. Они больше не отступали. Он принимал участие в Воронежско-Касторнинской операции, которая стала подготовительной для переломной битвы на Курской дуге. Ставка Гитлера решила взять реванш за поражение под Москвой и Сталинградом. Операция «Цитадель», которую планировало немецкое командование, должна стать решающей. В планах было прорвать оборону советских войск под Курском. Таким образом открывалась прямая дорога на Москву. Лучшие силы были брошены на этот огневой рубеж. На вооружение немецкой армии поступили новейшие танки «Тигры», «Пантеры», а также тяжелое штурмовое орудие «Фердинанд». Про то, что битва будет решающей, хорошо понимало и командование Советского Союза. Сталин их обхитрил, опередил, вернее, так нужно сказать. Он приказал всем четырем фронтам наступать. Я был в Брянском фронте. Мы начали наступать. Пять часов полезли на нас танки немецкие. Они сперва начали подрываться на минных полях. Кругом, понимаете, горело все. Посевы все горели, деревни все кругом горели. Посадки горели, горели танки, горели машины. Все, что могло гореть, все горело. И вот, понимаете, солнце, солнце не было видно. Стоял такая вот завеса, ночь была. Вот так. А солнце уже давно зашло. Солнце иногда выходило, как черное пятно. Было страшно, понимаете. Вот кругом горело все. Только в боях на Курской дуге Николай Булеков лично уничтожил три танка, шесть пулеметных точек и более ста гитлеровцев. И был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Затем были Днепровская и Белорусская битвы, участие в Висло-Одерской операции. В каждом отрезке боевого пути Николай Булеков терял товарищей. Переживал нечеловеческие трудности фронтовой жизни. Был на волосок от смерти. Но с каждым боем крепла уверенность, что победа будет за нами. 8 мая 1945 года бойцы 81-й непобедимой с боями входили в чешский город Пжеров. В Чехии нас встретили хорошо. С музыковой духовой оркестра, с флагами, с знаменами, с цветами, с радостью и так далее. И когда моя батарея зашла в город, на центральную площадь, то мы услышали из репродукторов красивые такие русские песни военные. «Темная ночь», «Дороги». И тут нам чехи на этой площади говорят, «А знаете что? Вчера, 7 мая, конец войны был». Да-да-да, в Лондоне, в Париже, Амсердаме, Копенгагене, Брюсселе и в других городах Европы звенели колокола, колокола, колокола. Победу восхваляли. Но даже после того, как был подписан пакт о капитуляции, последний комбат продолжал воевать, истребляя остатки гитлеровских войск. Победу смогли отметить только 20 мая. Солдаты услышали, что победа. Начали друг друга обнимать. Мы, офицеры, тоже начали нас, солдаты, подкидывать, качать, понимаете. Плакали, радовались, от счастья плакали, радовались. Нас, понимаете, вот так мы встретили победу. Тогда мы верили, что победили благодаря руководству и высочайшему авторитету. Нет такой силы, нет таких мер, которые смогли бы заставить стольких солдат и офицеров, рискуя жизнью и погибая, бросаться на врага и победить, если бы у них не было самой искренней любви к своей родине. Лариса Юровская, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Юридическая фирма «ЩИТ» предупреждает автомобилистов Армавира и соседних городов о возросшем числе случаев продажи поддельных полюсов ОСАГО. Вот уже 9 лет компания специализируется на оказании помощи владельцам транспортных средств, которые попали в ДТП. И все чаще в процессе работы выясняется, что страховые документы участников аварии либо подделка, либо повторно проданные. Кто виноват и что делать, выясняла Ирина Рухлядко. За 9 лет работы юридическая фирма «ЩИТ» сопроводила несколько сотен дел разных ДТП, помогла тысячам горожанам возместить ущерб и получить положенные выплаты от страховых компаний. Полис ОСАГО – это тот документ, который гарантирует обеспечение материальных и моральных выплат третьим лицам в случае аварии. Стоит он недёшево и в последнее время стал товаром дефицитным. В связи со значительным повышением стоимости полисов ОСАГО, а также искусственно созданным дефицитом полисов ОСАГО, в обороте всё чаще появляются поддельные полисы ОСАГО. В разряд таких поддельных фиктивных бумаг попадают следующие категории документов. Первый – это полис с изменениями. Например, если изменена дата, начало или окончание срока действия. Второе – полис-двойник. Серия, номер, печати, приписка к страховой компании – всё действительно. Однако на один договор одновременно два владельца. Есть случаи того, что полис продают дважды. После окончания срока действия в одном регионе он может появиться в другом, как новый. Выявлялись факты продажи и настоящих подделок. Автовладельцам стоит быть очень внимательными в случае оформления документов в малоизвестной компании. Известны случаи, когда фирму лишают лицензии, но продажу ОСАГО она не приостанавливает. Характерно, что владелец такого полиса выясняет это только при наступлении страхового случая. Всегда следует помнить, даже если вам удастся обвести вокруг пальца сотрудника ГИБДД на дороге, в случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшему придется платить из своего кармана. Юридическая фирма «ЩИТ» информирует армавирцев и о том, что с 1 апреля начали действовать новые правила расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего. Гражданам не придется дожидаться окончания лечения и собирать чеки, чтобы возместить по договору ОСАГО понесенные на лечение расходы. Выплаты будут осуществляться за сам факт причинения вреда жизни и здоровью. Таблица выплат действует по принципу фиксированных платежей за каждую травму. С 12 апреля полис ОСАГО станет дороже на 40%. Повышение тарифа связано с троекратным ростом лимитов выплат со 160 до 500 тысяч рублей. Специалисты фирмы «ЩИТ» в случае любых нарушений прав автовладельцев гарантируют профессиональную помощь. От дорожного происшествия никто не застрахован. При возникновении сложной ситуации консультации грамотных специалистов сохранят автовладельцу нервы, деньги и время. Ирина Рухлядко, Артур Крджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Ларисе Юровской. Она уже готова рассказать о погоде на вторник. Спасибо, Марина. Ветер западный, умеренный. 14 апреля – день рождения цензуры в России. В середине 19 века в стране учрежден специальный комитет для наблюдения за печатью. В 1908 году вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон». В 1961 году учреждено звание «Летчик-космонавт Советского Союза». Каким будет новый день, зависит от вас. А у меня на этом о погоде все. Марина. Информация синоптиков завершила выпуск. С новостями вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ.